43 творческих коллектива имеют счастье называть своим домом Дом культуры Заря. За это они прославляют учреждения на различных конкурсах. Многие коллективы являются победителями и призерами не только областных, но и федеральных конкурсов, а также представляют регион на больших форумах. И вот все коллективы собрались вместе, чтобы отметить 80-летний юбилей своего места для творчества, а также показать, чего они достигли за это время. Мы как в той сказке под грибом. В чесноте да не в обиде. Мы все очень дружны, мы очень сплочены, мы друг другу все очень помогаем. Это самое главное, наверное, в творческом деле. Помогать, выручать, ну, идти навстречу, быть гибкими. И поэтому у нас у всех все получается. Дом культуры Заря открылся в 1943 году, потому что труженикам тыла было важно иметь возможность ненадолго отвлекаться от суровых будней и утолять жажду творчества. Ведь искусство порой давало новые силы, чтобы ковать победу за станками. С тех пор учреждение стало центром притяжения жителей советского района. И все те, кто здесь занимались в детских или юношеских кружках, теперь с теплотой называют этот клуб своим. Хочется пожелать, чтобы наш клуб оставался таким же притягательным для всех людей, не только нашего района, но и всего города. Чтобы со всех районов люди с удовольствием хотели приехать на все мероприятия, и детские, и взрослые, и чтобы этот клуб был маяком в нашу собору. И хотя праздник у клуба, но самый большой подарок получили постоянные зрители и гости Дома культуры. Для них подготовили праздничный концерт с лучшими номерами коллективов учреждения. При этом они и сами получали поздравления от социальных партнеров, коллег по цеху, а также от руководства области и города. Мы сохранили этот объект культурного наследия в таком вот первозданном виде, но наполнили новыми современными идеями. У нас здесь есть и традиционное творчество, есть современное искусство, есть возможность показать самодеятельность, а также пригласить артистов на нашу сцену. Это позволяет и территориальное расположение, и оснащение, которое мы получили. Сегодня Дом культуры с надеждой смотрит в будущее и надеется, что получится открыть филиалы и расширить границы своего творчества. Тем более, что есть возможность проводить концерты не только в своем здании. По нацпроекту «Культура» учреждение получило автосцену и может давать концерты во дворах и даже в других населенных пунктах, привлекая новых творческих людей под свое крыло. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.